Здравствуйте! В эфире программа «О чём говорят». Сегодня мы будем говорить о лицензионном и государственном контроле. У меня в гостях представитель Минэкономразвития Алексей Николаевич Сафронов, руководитель департамента торговли и ценовой политики Министерства, и Валерий Викторович Тихонов, руководитель департамента регулирования оборота алкогольной продукции. Здравствуйте! Добрый день! Большое спасибо, что пришли. Ну, вот я сказал, что будем говорить о контроле. Начнём, наверное, вот с того, о чём в последнее время чаще всего говорят. Буквально перед праздниками прошли контрольные рейды. Я знаю, из незаконного оборота было изъято более там 100 литров, по-моему, 135 литров лицензируемой алкогольной продукции, 44 литра спиртосодержащей жидкости, 298 литров пива и так далее, и так далее. То есть успели перед праздниками изъять, чтобы с людьми ничего не случилось, правильно? Да, абсолютно верно. При этом, коль скоро мы сегодня говорим о контроленадзорной деятельности, как раз в рамках предоставленных полномочий нашему министерству. Сотрудники департамента, осуществляя выезд на торговые точки, выявляют незаконный оборот алкогольной продукции и, соответственно, ещё раз повторюсь, в рамках полномочий, предоставленных кодексом об административных правонарушениях, возбуждает, соответственно, административное производство и изымает из оборота нелегальную алкогольную продукцию. При этом слово лицензионной алкогольной продукции или лицензируемой – это тот алкоголь, на который нанесены марки. Вот я почему-то удивился. Если бы вроде бы есть марка, значит лицензионная, почему же ели? Совершенно верно. Но зачастую мы изымаем такого рода алкогольную продукцию, к большому сожалению, из торговых точек, которые не имеют лицензии. Ах, вот оно в чём дело. А то я уж испугался, думаю, и лицензии верить нельзя. Оказывается, всё дело в том, где продают. Абсолютно верно. То есть к нам поступает информация в виде жалоб, обращений граждан, общественников администраций, муниципальных органов власти, в которых как раз излагается суть, ну, скажем так, того или иного правонарушения или предполагаемого правонарушения, которое совершает тот или иной хозяйственный субъект. Организация или индивидуальный предприниматель в конкретном торговом объекте. Соответственно, мы выезжаем на место и по факту, фиксируя нарушения, принимаем соответствующие меры. А нельзя так, как-нибудь, один раз наказать, чтобы 20 раз на одно и то же место не выезжать, чтобы уже неповадно было, и человек больше этим не занимался. К большому сожалению, наши предприниматели иногда не понимают одного раза. У нас есть примеры, когда мы на одну и ту же точку ездили четыре раза. С интервалом в две недели. Законодательно бы что-нибудь придумать у наших парламентариев. Попросите, они же у нас гораздо, я не знаю, пусть примут хотя бы региональный какой-то закон. Что самое интересное, хочу сказать, что суммы штрафов, которые... Они платят. Ну, которые должны платить. То есть, когда мы оформляем протоколы, и, соответственно, по тем составам, которые в данном случае были... Ну, правонарушения, по которым были выявлены, санкции по этим статьям достаточно суровые. Ничего не боятся, получается. От 200 тысяч рублей штраф до трех миллионов. И, соответственно, по-прежнему предпринимательское сообщество либо надеется на авось, что сия участь их минует, и, как говорится, снаряд не упадет в одну воронку. А вот как быть, Валерий Викторович, смотрите, значит, это реформа госконтроля. И мы говорим о том, что им нужно как можно меньше различных выездов к предпринимателям. Каким-то образом пытаться с ними договариваться, они кошмарятся и так далее. А с другой стороны, получается, что если мы не будем держать руку на пульсе, особенно вот эти... Вот арейскоориентированные, я бы сказал, вот так вот предприятия, то беда будет. Согласен. Хочу привести небольшую статистику. За истекшие три года, 15-е, 16-е и 17-е, количество плановых проверок у нас сократилось более чем в 10 раз. Но еще раз повторюсь, что мы в своей работе ориентируемся на то, что снижаем количество плановых проверок, но при этом в рамках полномочий своих же мы осуществляем мониторинг и наблюдение. Такая форма контроля закреплена в законодательстве. И, соответственно, в рамках вот этих предоставленных нам полномочий мы отслеживаем ситуацию на алкогольном рынке. И, соответственно, при возникновении каких-либо сомнений в добропорядочности того или иного субъекта хозяйствующего, мы... Стараемся принимать какие-то неры. Стараемся принимать меры, во-первых, профилактического характера. То есть мы собираем совещания, информируем предпринимательское сообщество посредством сайтов, посредством электронной рассылки на адреса электронной почты. То есть мы предпринимательское сообщество, еще раз повторюсь, оповещаем о той тяжести или о степени тяжести, которая может быть последствием незаконных действий. То есть уговариваете, ребята, не наступайте на грабли. Совершенно верно. Ну, правильно, я посмотрел цифры, у нас в 20 раз выше, чем в Европе смертность от отравления алкоголем. Понятно, что здесь, а мы мечтаем все к странам ОСР приблизиться. Здесь нужно что-то делать. Итак, смотрите, у нас лицензионный контроль и государственный контроль осуществляется здесь. Государственный региональный контроль, в рамках которого как раз осуществляется лицензионный контроль. Это контроль за лицензиатами, за теми организациями, которые имеют лицензию и которые на полном основании продают маркированную продукцию. И есть еще контроль за соблюдением обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции. Под эту категорию попадают в том числе и пивники. То есть те организации, индивидуальные предприниматели, которые могут осуществлять свою деятельность без получения лицензии. Вот смотрите, буквально, контроль без взаимодействия. Что это значит? Это как раз формат мониторинга наблюдения. То есть не выезжаете, всех быстренько проверили, ноги на ширине плеча. Вот таким макаром. То есть без взаимодействия с конкретным хозяйящим субъектом. Нынешняя система учета контроля объема реализации алкогольной продукции, в народе все уже знают, как она называется, система ЕГАИСК. ЕГАИСК, да. Она позволяет нам, как контролирующему органу, видеть абсолютно всю алкогольную продукцию, которая находится на конкретной точке и в формате, в том, скажем так, количестве, которое может находиться или находится на конкретной точке, в тех видах или форматах, которые она находится. То есть буквально видим все, даже цену. По которому она реализуется. И, соответственно, если мы видим, что в запрещенное время реализуется алкогольная продукция, или же видим, что она продается по неустановленной цене, то мы можем отреагировать, не вставая с рабочего места. Вообще меня всегда удивляло, вот это, наверное, российская наша ось. ЕГАИС установленный. При установленной системе ЕГАИС еще пытаться или умудряться что-то придумывать, вот такое незаконное, понимая, что тебя в любой момент схватят за руку и понимая, что отслеживается все, это нужно быть, я не знаю, очень рискованным человеком. Хорошо, мало времени. Вот в двух словах буквально. Я знаю, что у нас в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу в 2018 году, у нас шесть матчей пройдут, планируется осуществлять мониторинг объектов торговли, расположенных на гостевом маршруте. И этому сейчас особое внимание придается. Не дай бог приедут гости, у нас тут что-то начнет происходить. Да, совершенно верно. В настоящий момент формируется план мероприятий, согласно которому мы формируем мобильные группы, которые будут, скажем так, с определенной периодичностью проезжать по вот этим маршрутам. И наказывать будете сильно. В первую очередь мы, повторюсь, мы занимаемся профилактикой правонарушения. То есть мы, выезжая на конкретный объект, сначала указываем на недостатки в работе и говорим, что нужно делать правильно и как не нужно делать вовсе. И в случае, если не получаем понимания со стороны предпринимательского сообщества, опять же, повторюсь, по информации либо системы, либо по информации муниципалитетов, мы будем принимать достаточно жесткие меры. Хочу добавить, у нас, более того, есть специализированный геопортал в рамках подготовки чемпионата мира, где все точки питания, общественного питания и торговые точки уже нанесены. Мы видим взаимодействие с Роспотребнадзором, с МЧС и в части регулирования оборота алкогольной продукции. Поэтому у нас система единая, и все проверки у нас в рамках подготовки к чьему учитываются на этом геопортале. Давайте, Алексей Николаевич, заодно и поговорим о контроле за регулированными ценами. Не очень много времени осталось здесь в регионе. Тем более... Ну, собственно говоря, мы отладили работу по контролю за регулированными ценами еще на стадии регуляторики. Мы довольно-таки плотную и серьезную работу в течение последних 5-6 лет проводили над нашими порядками и методическими указаниями. Практически говоря, у нас нет необходимости проведения планового контроля, потому что все показатели мы видим в режиме реального времени посредством электронного документа оборота с нашими регулированными предприятиями. Поэтому, повторюсь, такой необходимости постоянных проверять, как они применяют тарифы, необходимости нет. Поэтому мы свою работу перепрофилировали в части контроля на работу конкретно по обращениям граждан, которые к нам в адрес поступают. Горячая линия постоянно работает. Конечно, у нас горячая линия работает и по лекарственным препаратам, и по перевозкам. Мы уже понимаем те сферы, на которые граждане жалуются больше всего, и поэтому мы заранее с предприятиями проводим и разъяснительную работу, и, соответственно, в формат предварительного мониторинга. Поэтому необходимости выходить и штрафовать их, и, как вы говорите, кошмарить, у нас, собственно говоря, необходимости нет, и предприниматели прекрасно понимают, завысив за 10 рублей регулируемый тариф, они получат штраф в 100 тысяч. Стоит ли рисковать? Стоит ли рисковать? Ну, вот некоторые рискуют, мы убедились, те, кто торгует алкоголем. У вас немножко другая специфика, поэтому... У нас разница в чём заключается? Это элементарно одним термином, которым назовём просто грамотность предпринимателей. В нашей сфере всё-таки работают, так как это массовая работа, у нас работают крупные предприятия в том числе, поэтому грамотность у них достаточно высокая. Поэтому и с ними работать, и взаимодействовать достаточно просто и легко. Чем с той массой, с которой Валерий Викторович взаимодействует, которая подчас даже не имеет основы элементарной финансовой грамотности. Поэтому здесь у нас немножко разные даже контингенты работы. Но вместе с тем мы довольно-таки серьёзно приняли во внимание те последние нормативные документы, которые правительством Российской Федерации выпущены в части рискориентированного подхода. И сейчас, я думаю, за 2017-2018 год пройдём необходимую работу, что всё-таки в большей степени было предварительного контроля, предварительного мониторинга. Тоже есть опасность. Я вас перевью, просто мало времени. Потому что я бы аптеки тоже отнёс к рискориентированным предприятиям, потому что не всегда, понятно, телелекарства. У нас же много случаев. У нас качеством лекарств и норматива минимальной беспечности занимается Росздравнадзор. Совершенно верно. У них своя задача стоит в части оптово-розничных надбавок. Мы, хочу сказать, мы эти аптеки тоже постоянно проверяем в плановом режиме. Но, как показывает практика, сейчас аптек довольно-таки большое количество сетевых, у которых установлены автоматизированные системы, которые просто не дают фармацевту установить надбавку больше, чем установленную. То есть компьютерная система не позволяет. Мы это уже на нескольких десятках проверок убедились. И поэтому аптеки берем в основном те, которые еще до сих пор по счетам считают. По счетам. Понятно. Но таких мало, я думаю, таких, чем не будет вообще. Они по пальцам их пересчитать можно. Спасибо большое. Как-нибудь поговорим более подробно и о ваших проблемах. В общем-то, на самом деле, они серьезные. Так никак мы с этим не расправимся с этой бедой. Спасибо большое. Я вас поздравляю с наступившим Новым годом. И как можно меньше, чтобы было на самом деле у нас у всех проблем в этом направлении. Спасибо. Спасибо вас тоже. Спасибо. Спасибо.